Изменение власти, какие-то новые движения, политики, если не создана система общественного контроля, она не будет создавать условия, когда будут мешать людей. В какой сфере? Я обычно говорю предпринимателям и скажу вам, вот на золотую ноту, представьте, что вы стали депутатами городского совета. А теперь очень тихо задайте себе вопрос, буду ли я работать для себя или для общих интересов? То есть это ключевое. На сегодняшний день речь идет о том, что любой человек, который попадает в властную полномочию, он пытается использовать за своих интересов. Вот нормально. Да не может, думаю, кто субъемый суп не пришел, потому что... Я больше не могу. Я могу сказать, что мы здесь же попросили, что мы здесь не чистые. Он здесь formation. И мы будем сгодать вместе, с вашей силой, для того, чтобы верхним коллегом насыщение каждого человеком, в частях участия. Девушки отдыхают. 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 Мы же тебе решили вам сказать, началась война, и фашисты не будут ходить по нашей земле. Они покинули свои дома, они пришли жить в палатках. Честно говоря, живут не очень сытно, живут очень холодно, им негде и некогда помыться. Потому что здесь происходит каждый день провокации, и жизнью я не угрожаю опасность, потому что бандеровские подонки, организовавшие в нашем городе так называемое народное ополчение, уже вылавлены и бьют женщин, расклеивающих листовки, мужчин, расклеивающих листовки. Вы не прочтете об этом в газетах, вам об этом не расскажут по телевизору. Эти люди приходят сюда, у них не принимают заявления милиция. Ребята, проблемы предпринимателей, это очень классно, и контроль на работе чиновников тоже. Но проблема немножко другого. На Киеве, на Киеве, на Киеве, уже есть листовка, охраняется самооборонной ногами, на других охраняется правом киеве. Подождите секундочку. Подождите секундочку. Подождите секундочку. Подождите секундочку.